Приветствую вас, Роман! Давайте разбираться с тем, что вы написали. Итак, вы пишете о том, что у вас не складываются отношения. Причём, отношения у вас не складываются, как вы пишете, именно длительные. Да? Давайте сейчас мы с вами... Да, не складываются длительные отношения. И здесь, конечно, в общем, очень важно понять, что вы подразумеваете под этим вот словом длительные отношения. То есть, что вы подразумеваете под длительными отношениями? То есть, длительные отношения — это, грубо говоря, какие вообще? Длительные отношения — это по-вашему как? Вот. То есть это вот то, что в первую очередь хочется прояснить. Это первое. Второе. Второе. Если у вас не складываются именно длительные отношения, да? Ну вот, как вы говорите. Ну вот, не получается, да? Не получается. То выходит, что вы хотите длительных отношений для себя. То есть вам нужны длительные отношения. И вопрос здесь, который, скажем так, меня волнует, да? Вопрос здесь, который меня интересует как психолога, заключается в том, зачем вам длительные отношения? Почему вы так сильно их хотите? Вот. Ну вот этих самых длительных отношений. Чем они вас привлекают? Вот. То есть какую, грубо говоря, функцию они должны выполнять? То есть, может быть, вся проблема, она именно в том, что вы хотите этих самых доверительных отношений для чего-то. Зачем? Вот. Вы, как бы, гипермотивированы на то, чтобы их построить. Вот. И из-за этого у вас не получается их выстраивать, потому эта сверхмотивация мешает вам вести себя адекватно в этой вот нашей позиции. в этой, если угодно, так будет называть ситуации. Вот. Это очень важный момент. Следующий важный момент, который обязательно нужно учитывать, это ваша модель поведения. то есть, как вы себя ведете в отношениях, что вы делаете в отношениях, как вы себя позиционируете в отношениях. Это тоже очень важный аспект. Ну, просто потому, что от модели вашего мужского поведения, Роман, зависит успешность, собственно, отношений. Да? То есть, если вы имеете ярко выраженную и хорошо идентифицированную модель мужского поведения, то, соответственно, скорее всего, проблем в построении отношений у вас не будет. Еще раз повторю, чтобы вы сразу поняли меня правильно. Скорее всего, гарантии, гарантии, конечно, никто дать не может. Потому что, ну, я так подозреваю, что с моделью поведения мужского, у вас все-таки есть проблематика. Иначе бы вы не обращались к нам на цель. Дальше. Я пришел к выводу, что мне стоит разобраться в моих взглядах на отношения, так как я вижу много негативного в отношениях. Ну, это, в общем, очень хорошо, что вы пришли к такому выводу, очень здорово, что вы пришли к такому выводу, что нужно разобраться во взглядах. Другой вопрос, что именно негативного вы видите в отношениях? Ведь вы же вроде бы как их хотите, они же вроде бы как вам нужны, да, отношения, вот. Вы же вроде бы как к ним стремитесь, что же вы видите негативного в них? А может быть это некий страх какой-нибудь? Страх, страх перед близостью, например, страх, там, допустим, довериться, значит, ну, довериться кому-либо, довериться женщине. Так, например, раскрыться, вот. А может же такое быть? Мне кажется, что вполне. Здесь, конечно, нужно анализировать, что именно негативного вы видите. Вот, потому что, ну, понятно, что, что так это, по сути, только будет, ну, гадание. Так будет гадание, по сути. Дальше. Дальше. При этом я подсознательно жажду найти девушку и построить в ней длительные отношения. Я полагаю, что в этом есть вся проблема. Подсознательно вы жажете найти девушку и построить в ней длительные отношения. Вот, парадокс весь в том, что жажать как раз и не нужно. То есть, не нужно ходить в отношениях. Потому что, в противном случае, вы будете постоянно ожидать чего-то от них. От отношений, я имею в виду. А это далеко не самый лучший расклад. Ну, по крайней мере, по крайней мере, для вас. То есть, здесь и образность вступает в силу, да? То есть, когда вы, например, накладываете на возможные отношения, да? Когда вы накладываете на них, скажем так, ожидания. Когда вы, по сути, по факту, не готовы воспринимать отношения именно как отношения. А когда, по факту, вы готовы только воспринимать то, что хотите вы. Что, безусловно, весьма негативно сказывается, ну, или может сказаться на том, как вы будете представляться девушкой. Вот. Поэтому, поэтому, данный аспект я рекомендую вам обязательно учитывать. То есть, если вы чувствуете, если вы чувствуете, что, что вам хочется отношений. Если вы чувствуете, что вы жаждете отношений. Да? Именно длительно. Даже не, ну, даже не важно, как их просто жаждете. Вот. То это, конечно, нужно анализировать, чего именно вы хотите. Что именно вам нужно. Чего именно вы желаете. Вот. Потому что, вот именно то, чего вы хотите, скорее всего, и мешает вам, значит, получить желаемое. Вот. Потому что, еще раз, отношения не строятся по, по, по потребностям именно. Отношения строятся по определенной, скажем так, спонтанности. Все отношения выстраиваются по определенному поведению. Но отношения никогда не могут быть самоцелью. Вот. Поэтому здесь у вас, значит, скорее всего, что-то где-то проседает. Что-то где-то у вас, ну, вот, какие-то проблемы имеют место быть. То есть, это может быть, эээ, потребность и потребность, эээ, в любви. И это может быть потребность, эээ, в чем-то еще. Вот. Это не плохо. Просто это нужно, эээ, отделять одно от другого. Вот. Например, если вы хотите построить отношения, эээ, с девочкой, только, эээ, потому что хотите любви, допустим. Вот. Допустим, вы хотите любви, да? Только. Вот. А отсутствие любви у вас идет из, например, семьи, то понятно, что отношения вы не построите, потому что, эээ, эээ, в девочке вы не видите, эээ, собственно, самой девушки. Да? В девочке вы, вы будете видеть, кого-то другого. Вот. Скорее всего, да? Такая история. Вот. Поэтому, вот данный аспект, эээ, его, конечно, нужно, обязательно, обязательно учитывать, если, если вы хотите, эээ, выстраивать именно здоровые отношения, если вы хотите выстраивать именно адекватные отношения с, эээ, ну, с противоположным полом. Да? Дальше. Эээ, так. Ну, вот, в принципе, то, что можно было, можно вам сказать. То есть, ваш, эээ, вопрос, это даже не вопрос, эээ, как таковой, если я, эээ, правильно понял, а это, скорее, просто такое предложение к работе. Что-нибудь там интересно, что, что вы даже не задаете вопрос, эээ, то есть, нет, запрос. Что вы хотите, Роман? Что вам нужно, Роман? Чего вы желаете, Роман? Понимаете, вот, вы об этом не говорите. Тогда у вас есть, эээ, есть проблема. Проблему вы описали. А хотите, хотите чего? Заброс какой? Понимаете? Построить длительное отношение с девушкой. Хорошо. Но для этого нужны некоторые условия. Для этого нужны некоторые условия с точки зрения психологии, необходимой для отношения. Без этого отношения не построить. Вы готовы работать над тем, чтобы эти условия были, эээ, реальны. Вот. Если готовы, то мы вам, конечно, поможем. Если вы хотите просто отношения построить, чтобы мы вам, эээ, просто помогли, помогли. Эээ, значит, выстроить, именно, сами, сами отношения. Да. Эээ, то здесь я боюсь, что... Нет. Здесь я боюсь, что мы вам помочь не сможем. Вот. Так что, подумайте, как следует, как следует. Эээ, над тем, чего вы хотите. Подумайте, как следует над тем, эээ, что вам важно. Подумайте, ээ, как следует над тем, ээээ, что вы готовы делать. И вот уже исходя из этого и можно будет вам давать какие-то рекомендации, в частности, что делать и так далее. Ну и понятно, что без первопричины не представляется возможным вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И всё-таки, Роман, я рекомендую вам быть более решительным, потому что если вы увидели проблему, то проблему нужно решать. И начните с самого простого. Я хочу длительных отношений. Да? Почему именно длительных? Зачем мне они? Чего мне не хватает сейчас? Что мне необходимо сейчас? Что мне нужно? Как я себя чувствую, если, например, если у меня нет того, что я хочу? Вот. Как я себя чувствую в этот момент? Какие у меня ощущения? Какие чувства? Когда эти чувства у меня возникали ещё? Возникали ли? Как эти чувства себя проявляли? Вот. То есть вот об этом, обо всём, в принципе, я рекомендую вам также подумать. Ну, просто потому что это важно. Вот. Я вам желаю удачи. Я вам желаю, значит, принятия решения относительно, вот, своей жизни. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok